Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также вышла снегоуборочная техника и дорожные работники. Очищают дороги, тротуары и общественные пространства в круглосуточном режиме. Такую задачу сразу же поставил исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Подробности в нашем сюжете. Все профильные службы Самары включились в уборку города после первого и довольно продолжительного снегопада. Снежные осадки начались вечером 4 ноября и продолжались более суток. По данным синоптиков, выпало 5,8 мм. К погодным изменениям готовились заранее. В том числе во всеоружии были муниципальные предприятия благоустройства и подрядная организация ЭКОМЕТ. В зоне их ответственности содержание уличной дорожной сети города. Поэтому подрядчики незамедлительно вывели технику, которая в круглосуточном режиме убирает снег с проезжих частей тротуаров. Повышенное внимание уделили основным дорогам, которым пролегают маршруты общественного транспорта, сбоев в работе которого не допущено. По поручению исполняющего обязанности главы Самары Ивана Носкова, в первую очередь обеспечена расчистка подходов и подъездов к школам, детским садам и учреждениям здравоохранения. Также очищали остановочные площадки. Помимо этого, работы были организованы на подходах к пешеходным переходам и в их периметрах на лестничных маршах, мостах и путепроводах. В целом задействовали порядка 179 единиц техники. Минувшей ночью из всего количества выведенных на участки обслуживания машин 49 дорожные комбинированные, которые не только очищают улицы, но и обрабатывают город противогололедными материалами. Кроме механизированной уборки, во всех районах города очистку организовали и вручную. Минувшей ночью трудились 75 дорожных рабочих, днем их количество нарастили до 249 человек. Первоочередные задачи обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. Акцентируя внимание на оперативности и качестве работ, профильным службам напомнили, нужно позаботиться и о том, чтобы после внесения реагентов не было снежной каши. Техника и предприятия, которые занимаются содержанием дорог, готовы были к этой ситуации. После 23.00 началась обработка противогололедными материалами основных дорог города. И где-то с 4.00 началось прометание и вторичная обработка. Все находится под контролем. У нас сейчас основная задача, которая сегодня поставлена и озвучена, это подготовка, прежде всего, площади Куйбышева. Послезавтра у нас знаковое мероприятие, парад памяти будет, поэтому подготовка территории вокруг площади Куйбышева и на самой площади Куйбышева. Знаковых мест, где будут посещать гости и жители города, наши общественные пространства. Но прежде всего, это сфрукский сад, естественно, набережная. Они сейчас под особым контролем. Еще одна важная задача – своевременная обработка противогололедными материалами. Это особенно важно в условиях, когда днем температуры близкие к нулевым значениям, а ночью подмерзает. За сутки израсходовали 413,5 тонн гаолита и 137,5 тонн песчано-соляной смеси. Запас реагента имеется еще с прошлого года. Кроме того, уже идут новые поставки. Более 80 ящиков и бочек с песком и песко-солью расставлены по городу, чтобы автомобилисты могли самостоятельно воспользоваться реагентами и преодолеть участки со сложным рельефом, подъемами. При необходимости на помощь придут тягачи. На всякий случай в этом году организовано дежурство тяжелых погрузчиков. Если в каких-то ситуациях на подъемах будут грузовики у нас буксовать, для того, чтобы их вытаскивать. Раньше мы этого не делали. Сейчас мы одну единицу техники, как минимум по району, оставляем на то, чтобы технику вытаскивать и не создавать пробки. Для уборки предприятия используют как собственную технику и рабочих, так и привлеченных по договорам со сторонними организациями. Об этом тоже позаботились заранее. Наши работники распределены часть на остановках общественного транспорта, плюс пешеходные переходы заодно убираются вместе с радиусами. Механизированная уборка идет при лотковой части дорог и тротуару. Все это механизировано, подметается, убирается. Техники достаточно. Я сегодня был приятно удивлен. Работали. Службы дорожные неплохо. В числе и тротуары, и остановки. Так что я считаю, сработали неплохо. Обычно в ночь минусовая температура, я думаю, должно сейчас в ночь подморозить, будет гололед. Так что надо днем обязательно очиститься. Кроме того, управляющие компании ТСЖ, ТСН и ЖСК ведут расчистку входных групп подъездов при домовых территории. Главы районов по итогу ликвидации последствий снегопада подготовят отчет. Для максимально оперативной расчистки после интенсивных снегопадов департамент горхозяйства совместно с подрядчиками традиционно запускают автопоезд. К такой очистке тоже готовы. Заранее была достигнута договоренность о том, что колонну спецтехники будут сопровождать машины госавтоинспекции. Автомобилистов призывают быть внимательными, не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Илья Щукин назначен заместителем председателя правительства Самарской области. Он будет курировать финансовый блок. Об этом стало известно на оперативном совещании, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев. Николай Абашин покидает пост в Рио-министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Олег Волков также завершает свою работу в качестве в Рио-министра промышленности и торговли. Жители Самары отметили День народного единства. Главные празднования развернулись на площади Куйбышева. Там прошел митинг-концерт в единстве народа сил России. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Домы и равнины, леса и поля. Ты, добрый судьбов, на счастье дана. Серые тучи и первые холода не испугали жителей Самары. Они собрались на площади Куйбышева, где прошел митинг-концерт в единстве народа силы России. В нем принял участие губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона поздравил жителей области с Днем народного единства. Он подчеркнул, Россия сильна дружбой многонационального народа, традициями и семейными ценностями. Мы каждый день думаем и делаем все для того, чтобы наши герои, герои, которые защищают нашу страну, знали, что дома их ждут, ждут с победой, что их семьи находятся под заботой. Под заботой каждого из нас я хотел бы выразить благодарность каждому жителю Самарской области, который в этот непростой период делает все от него зависящее, помогает нашим бойцам, помогает их семьям. И, конечно же, сказать огромное спасибо и низкий поклон семьям наших героев, которые их ждут, верят. Мы точно знаем, что победа будет скоро, победа будет за нами. 4 ноября стал праздничным в 2005 году, но история праздника началась гораздо раньше. 412 лет назад Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин объединили русский народ, возглавили ополчение и освободили Москву от польских захватчиков. Номера шикарные, концерт «Вперед за души», песни военных лет бесподобные. Мы их все знаем, подпеваем, подтанцовываем. Люди, которые приходят сюда на площадь, они не могут быть не едины. Они уже выражают тем самым свою единство, свою поддержку всем окружающим. Гости праздника могли согреться сладким чаем и солдатской кашей. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События. В музее Алабина открылась выставка «Самара». Она является продолжением выставки «Россия», проходившей в Москве на ВДНХ по указу президента страны Владимира Путина. Инициатор экспозиции, где представлены достижения региона – губернатор Вячеслав Федорищев. Гости смогут узнать о промышленных, инновационных, научных и спортивных успехах области. Подробнее в нашем сюжете. Уникальный движущийся экран, зоны с виртуальной реальностью, робот-ягоза, зал для лекций и концертов и другие интерактивные и развлекательные зоны. Все это вместила выставка «Самара», что открылась в музее Алабина. А чтобы знакомство с экспозицией прошло успешнее, начать свой путь лучше с информационного стенда «Ладья», где экскурсоводы расскажут о множестве возможностей выставочной композиции, где можно не только узнать много нового, но и выиграть призы. На наших прекрасных тач-панелях можно зарегистрироваться в викторине, и в выходные будет произведен розыгрыш призов. Можно выиграть различные сертификаты, путевки, поездки. Пожалуйста, приходите. Будем вас ждать. На выставке также представлены и все муниципальные образования области. На стендах коротко рассказывают об истории городов и районов, а также знакомят с достижениями и главными отличительными чертами. Провести выставку «Самара» – идея губернатора Вячеслава Федорищева. Она является продолжением выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Там самарский стенд тоже был представлен, но не все жители региона смогли посмотреть его в столице страны. Также площадка станет важной частью для знакомства с регионом для различных делегаций, и здесь смогут заключать партнерские соглашения. Безусловно, мы будем насыщать программу выставки, в том числе и насыщать с точки зрения активности муниципальных образований с инвесторами, для того, чтобы здесь подписывались важные соглашения. Ну и, конечно же, регион в том числе будет использовать эту площадку для того, чтобы визит гостей, которые будут осуществляться в регион, мы будем предлагать эту выставку посещению, в том числе для подписания соглашения о социально-экономическом и культурном сотрудничестве с предприятиями, либо же с другими регионами. Также на выставке регулярно будут проходить Дни городов и районов региона, когда мероприятия будут посвящены конкретному муниципальному образованию. Самара стала первым городом, который проводит Дни на выставочной площадке. Планируется, что экспозиция будет открыта до конца января. Вход свободный. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В рамках Дня народного единства в областной столице на выставке Самара состоялась и приятная торжественная церемония. В честь года семьи чествовали супружеские пары, которые сохраняют теплые чувства даже спустя полвека. Супругов поздравили и поблагодарили за сохранение настоящих ценностей и традиций. Подробности в следующем сюжете. Анатолий и Галина Сидоренко вместе уже более 60 лет. Выросли в одном городе, работали на одном предприятии – заводе «Кузнецов». А после того, как познакомились, так и живут в любви, согласии и дружбе. Это и есть главный секрет крепких отношений, уверены супруги, которые воспитали двух сыновей, четырех внуков и одного правнука. Мы самарские, познакомились по дороге на работу. Работали на одном заводе, по пути познакомились. Он пришел из армии, я в институте училась. Дружба, любовь, доверие. Да, согласен. Семейную чету Сидоренко, а также и другие пары, которые сохраняют свою любовь на протяжении более 50 лет, чествовали в рамках Дней Самары на одноименной выставке. Церемония была приурочена к году семьи и Дню народного единства, потому что именно эти семьи являются примером для других, демонстрируя настоящее единение, любовь и поддержку. Конечно, этот опыт надо тиражировать, показывать. И маленький, от мала до велика, потому что именно дети впитывают то, как должна строиться семья, каким образом строить отношения и сколько видено примере таком, что можно прожить и 50-60 лет, быть красивыми, замечательными, любить друг друга и уважать друг друга. Семейным парам вручили подарки, показали фотографии из их архива на главном экране, а также поздравили творческими номерами. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. А на площади Куйбышева открылась передвижная выставка военной техники. Горожанам представили различные образцы вооружения. Одними из первых их увидели и наши корреспонденты. Эти танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в странах НАТО и на которых еще свежи следы от российских пул и снарядов, теперь уже никому не принесут вреда. Они были уничтожены и захвачены военнослужащими группировки «Войск Центр». Машины стали трофеями и экспонатами первой передвижной выставки техники. Сила в правде, гордость и победа. Напоминая о бесстрашии и героизме российских бойцов. Главная задача выставки – это развеять миф о непобедимости западного вооружения. Наши военнослужащие давным-давно в этом уже убедились, уничтожают ее каждый день, приближая нашу общую победу. Историю экспонатов и их уничтожения и захвата рассказывают сами участники СВО. Особую гордость у самарцев вызвал танк «Абрамс», подбитый бойцами 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армии. Руководил действиями расчета уроженец Самарской области, младший лейтенант Назар Назаренко. Выставка уже в первый день вызвала ажиотаж. Ее посетили более 40 тысяч жителей и гостей города. «Это важно для подрастающего поколения очень. Они должны это видеть. Потому что без прошлого, без того, что сейчас, будущего не может быть». Оценил поврежденную вражескую технику исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Он поздравил горожан с праздником и отметил, что Россия всегда была сильна своим единством. «Любая техника, которая поколежена, она показывает, что такое война, какая мощь, сила, разрушительная сила во всем этом. И Россия была всегда сильна нашей многонациональностью, тем, что мы с одной стороны разные, но мы все как один кулак в себя постоим». Передвижная выставка трофейной техники НАТО уже успела посетить 10 регионов страны. Ее увидели более 1 миллиона человек. В Самаре экспозицию на площади Куйбышева можно осмотреть до 10 ноября. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Участники специальной военной операции и члены их семей смогут получить земельные участки. Напомню, в соответствии с указом президента в Самаре с 1 апреля текущего года начали принимать заявления на предоставление участков земли от бойцов СВО, совершивших участие в боевых действиях и от членов семей погибших. Таким правом обладают участники специальной военной операции, награжденные орденами, являющиеся героями России. Участки будут предоставлять на территории Самары. На сегодняшний момент мы осуществляем прием заявлений по адресу Куйбышева, 48. Специалисты всегда готовы оказать помощь, содействие как в сборе документов, так и в консультировании по необходимому пакету документов. В настоящее время земельные участки формируются и первые участки будут предоставлены уже до конца 2024 года. Кроме того, поддержку оказывают семьям бойцов. Отметим, что в Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта до 2 миллионов рублей. За год можно заработать 4,5 миллиона. Новобранцам и их семьям предоставляют более 30 мер соцподдержки. Также увеличена до 100 тысяч рублей сумма выплат за содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или в пункт отбора для заключения воинского контракта. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно в военном комиссариате или в районной администрации по месту жительства. Помимо этого, конечно же, мы активно работаем с членами семей военнослужащих, и они имеют очень много льгот на сегодняшний момент. Это и бесплатное питание в школах, это приоритетное зачисление в дошкольные учреждения и бесплатное пребывание детей в детских учреждениях. Обменяться опытом и предложить новые идеи руководители филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» приехали в Саммару со всей страны на управленческую сессию. Масштабная конференция пройдет в течение трех дней. Что ожидают руководители от участия в сессии, расскажет Елизавета Прокопенкова. В Самаре стартовала управленческая сессия для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества». В областной столице собрались представители всех субъектов России. В течение трех дней участники крупного семинара подведут итоги работы, обменяются опытом и лучшими практиками в сфере оказания социальной поддержки ветеранам СВО и членам их семей. Это всегда общение, прежде всего. Это новые знания, это обмен опытом. И, как правило, после таких совещаний что-то привозишь себе для того, чтобы реализовать в фонде. У себя в филиале непосредственно. Руководителей филиалов госфонда от лица главы региона поприветствовал Александр Фетисов. Для региональных властей нет более важной задачи, чем заботиться о тех людях и о тех семьях, которые сегодня находятся буквально на передовой. Фонд защитники Отечества был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Филиалы в регионах страны начали свою работу 1 июня прошлого года. Основная задача оказание комплексной поддержки и персональное сопровождение семей погибших бойцов и ветеранов. В Самарской области они вне очереди получают высокотехнологичную медицинскую помощь, проходят реабилитацию. Около 1084 человек уже получили соответствующую помощь. Также в регионе есть уникальная база протезирования. Более 40 инвалидов СВО обеспечены протезами. В нашем регионе есть свой опыт, который мы обязательно передадим нашим коллегам. И нам, конечно, будет очень важно поучиться у других субъектов перенять те лучшие практики для помощи и поддержки нашим военнослужащим. Сейчас в Самарском филиале работают более 40 социальных координаторов, в их числе ветераны СВО, их мамы и жены. Они, как никто другой, знают, как помочь тем, кто сражался в боях, а теперь возвращается к прежней жизни. За все время работы в Самарский филиал поступило 24 тысячи запросов на оказание помощи. Все они находят поддержку. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский, События. Уже третий месяц жители Самары и Самарской области могут получать кэшбэк 20% при пополнении транспортных карт через систему быстрых платежей онлайн. Часть от потраченных денег в течение минуты возвращается на банковский счет. Воспользоваться выгодным предложением пассажиры могут до 31 декабря. Как стать участником акции, расскажем далее. Копейка, рубль бережет. Уже третий месяц жители Самары и Самарской области могут получить бонусы при оплате проезда в общественном транспорте. Поездки стали выгоднее для тех, кто предпочитает передвигаться по городу в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Пассажиры общественного транспорта получат дополнительную выгоду при пополнении транспортных карт. На счет вернется кэшбэк в размере 20%, если пополнять транспортные карты с помощью системы быстрых платежей. Стать участниками акции могут все держатели карты жителя Самарской области, студенческой, школьной, а также единой и виртуальной транспортных карт. Пополнить транспортную карту можно через мобильное приложение ОТК. Оно доступно для скачивания в Русстор и Гугл Плей. Важное условие. Ваш смартфон должен работать на базе операционной системы Андроид. Пополнить баланс карты необходимо через систему быстрых платежей. Уже в течение минуты часть потраченных средств вернется на ваш банковский счет. Наталья Прохорова уже ощутила все преимущества акции. Женщина работает риэлтором, поэтому почти каждый день ей приходится много ездить, чаще всего с пересадками. Рассказывает, про предложения узнала еще в сентябре, уточнила все условия акции в интернете и стала ее участником. Клиенты часто попадаются в разных концах города, до них нужно быстро добраться, потому что ждать нас не любят. Поэтому выбирают трамвай, трамвай можно оплатить картой, это очень выгодно и удобно. Воспользовалась акцией, очень довольна, что возвращается кэшбэк. Сумма кэшбэка на одного пользователя до тысячи рублей в месяц. Предварительно нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Предложение будет действовать до конца этого года. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Их объединила не только любовь к родине, но и к спорту. В Самаре прошел полумарафон «В беге мы едины», дистанции, на которых смогли попробовать свои силы взрослые, дети, любители и профессионалы. Полумарафон собрал более двух тысяч человек. С участниками и победителями пообщались. Наши корреспонденты Полина Челякова продолжит. Им не помешала даже прохладная ноябрьская погода, а вид красавицы Волги только прибавил сил. Более двух тысяч человек, 200 из которых дети, приняли участие в легкоатлетическом забеге приурочном ко Дню народного единства. Любители и профессионалы более чем из ста городов России пробежали дистанции на 21, 10,3 километра. Была и спортивная ходьба, и корпоративный забег. В Самарской миле дистанции на 1586 метров победу одержал гость из Казахстана. Чувствую супер! Погода, настроение пока супер, нормально. Все могут поучаствовать, все желающие, в том числе и с семьями. А с семьями это особенно важно, потому что День народного единства, именно наши семейные ценности, которые мы сохранили у нас в России, и они будут сохранены и это особенно важно в этот наш праздничный день, День народного единства. В этом году забег юбилейный, десятый. Беговая серия включает в себя пять стартов за год. Космический полумарафон, фестиваль бега Королева спорта в День России, ночной забег на День физкультурника, Самарский марафон в августе и ноябрьский полумарафон в Беге мы едины. За 2024 год в рамках пяти серий пробежали более 17 тысяч спортсменов и любителей. Гордимся тем, что в нашем городе есть вот эта беговая серия. То, что все больше и больше людей начинают заниматься, начинают свои занятия спортом именно с бега, наверное, ну, это понятно, потому что это действительно самый доступный вид физической активности. Мы не только в Беге едины, мы едины во всем. И наша Самара, и наша страна сегодня должна объединиться и быть единой всем тем вызовам, которые существуют из внешнего мира. Потому что каждый из нас должен понимать, что патриотизм, он начинается вот здесь, на мероприятии, на забеге. На старт все выходят с улыбкой и хорошим настроением. И даже после финиша позитивный настрой никуда не пропадает. Ведь важна не победа, а участие и чувство единения с такими же любителями спорта. Я на самом деле после травм года четыре не бегал. Вот. Буквально за две недели поразминался, подготовился к пробежке. Вышел на старт. Я не быстро, не спеша бежал за 17.30 примерно не засек время. Я очень рад, очень доволен. Приятно окунуться в эту атмосферу. Победителей наградили медалями и памятными подарками. Полина Чулькова, Валерий Майоров к событиям. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Жители Самарской области приглашают принять участие в акции сбор «Умный город». Ее проводит Минстрой России совместно с Народным фронтом в рамках проекта «Все для победы», сообщает администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале. Поддержать бойцов и жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также помочь в восстановлении инфраструктуры новых регионов страны может каждый. Отправить письмо со словами поддержки, распространить информацию, передать оборудование или перевести в фонд средства «Любая помощь важна». Перечень предметов первой необходимости опубликован на официальном сайте проекта «Все для победы». Получить подробную консультацию можно по телефону, указанному на экране. Администрация Советского района напоминает о важности диспансеризации. Это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья. Основные задачи диспансеризации – выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, консультация людей с высоким сердечно-сосудистым риском. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуги. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает, что музыкальный проект «Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас» успешно развивается. Для участия в нем поступило более 330 заявок. Понравившиеся композиции уже звучат в эфире. Проект реализуется Фондом Героя Отечества, Министерством Обороны России, Росгвардии России и других организаций. Цель проекта сбор песен, написанных участниками специальной военной операции, их женами, матерями, близкими, родственниками. Лучшие музыкальные произведения будут отобраны и изданы. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова